События дня в Настоящем Времени, в студии Вашингтоне. С вами я, Игорь Тихоненко. Здравствуйте. Смотрите сегодня в программе. Россия оспаривает отстранение паралимпийской сборной от игр в Рио. Битва за Алеппо. Обе стороны конфликта, правительственные войска и повстанцы заявляют об успехах. И где живут американские президенты, когда покидают Белый дом? Обзор новостей и событий дня начнут наши коллеги в Праге. Я приветствую Тимура Олескова. Спасибо, Игорь. И сразу к новостям, к событиям настоящего времени. Россия оспаривает отстранение национальной сборной от паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Национальный паралимпийский комитет даже планирует подать апелляцию в спортивный арбитраж в Лазанне. Международный паралимпийский комитет объявил об отстранении российских спортсменов в воскресенье вечером. Решение было принято на основании доклада Всемирного антидопингового агентства об использовании допинга в России. В докладе, в частности, говорилось об исчезновении 35 положительных допинг-проб российских паралимпийцев с 2012 по 2015 годы. В Международном паралимпийском комитете считают, что их российские коллеги не в состоянии обеспечить выполнение антидопинговой программы. И, собственно, в условиях, когда государство поощряет применение допинга. Трагично в этой ситуации то, что это не спортсмены пытаются обмануть систему, а управляемая государством система обманывает спортсменов. В России отстранение паралимпийской сборной в полном составе назвали нарушением прав человека. Решение о недопуске на паралимпийские игры всей российской паралимпийской сборной поражает своей подлостью и бесчеловечностью. Это предательство тех самых высоких правочеловеческих стандартов, которые лежат в основе современного мира. О нарушениях прав человека говорят и в Паралимпийском комитете России. Его глава Владимир Лукин даже привел в пример Кавку, творчество которого часто в России сравнивают с деятельностью российских судов, но тут вот в другом контексте. Его вспомнили. Лукин заявил, что до последнего момента Международный паралимпийский комитет не предъявлял им претензий. Что же касается самой государственной системы, то нас во время наших и устных бесед и в письменном виде просили разъяснить, принимаем мы или не принимаем наличие такой системы. Сейчас нас упрекают, что мы отказались ответить на этот вопрос. Но мы не можем ответить вопрос без расследования этой проблемы. Мы должны воспользоваться результатами расследований. Россияне, с которыми поговорили наши корреспонденты, уверены, что скандал, разгоревшийся вокруг игр в Рио, носит политический характер. Ужас. К сожалению, знаете, жаль, что все-таки политика вмешивается в спорт. Это нельзя ни в коем случае делать. Но будем надеяться, что наше правительство все-таки сделает все возможное, чтобы не допустить такого. Было бы очень кощунственно инвалидов решать последние надежды. Они готовились. Для них это образ жизни. Здесь ничего не сделаешь. Здесь, наверное, был единственный шаг просто пробайкотировать эту Олимпиаду. Может быть, это не совсем правильно, но мне так кажется. И поднять тем самым свой все-таки какой-то престиж в мире. Ну а что об этом пишут социальные сети? Вот глава международной правозащитной группы АГОРа Павел Чиков сегодня написал, что властям сначала надо признать факт создания системы приема допинга спортсменами, провести открытое расследование, установить виновных, в том числе среди представителей власти, наказать их, запустить реформы в этой сфере, а потом уже рассуждать об особенностях снятия их соревнований. В противном случае, по мнению Чикова, суждение о дисквалификации спортсменов выглядит как манипуляция. Напомню, что летние паралимпийские игры пройдут в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября. Российские паралимпийцы продолжают тренировки. Президент России Владимир Путин приехал в Баку на переговоры с главами Азербайджана и Ирана Ильхамом Алиевым и Хасаном Рухани. В таком формате встречи проходят впервые. Лидеры трех стран обсудят проект строительства железнодорожных путей с города Астара на юго-востоке Азербайджана в Иранский Решт. Именно этой магистрали не хватает для прямого сообщения между Москвой и Тегераном по западной ветви транспортного коридора Север-Юг. В рамках встречи лидеры стран также собираются обсудить вопросы борьбы с терроризмом, правовой статус Каспийского моря и оказание помощи президенту Турции Раджепу Таипу Эрдогану. С ним Путин встречается в Санкт-Петербурге завтра. И тут надо вспомнить еще одну вещь очень важную. Дело в том, что эта встреча происходит буквально за день до встречи Эрдогана с Путиным в Санкт-Петербурге. Ну, Эрдоган мог бы приехать и в Азербайджан, тем более, что это, как говорится, через речку, там рядом. Но, похоже, что не все так гладко в отношениях между Тегераном и Анкарой. Турция, которая просится в Евросоюз, нужна ли ей поддержка Ирана, тут, конечно, момент такой серьезный. То есть, если у вас не получается там интеграция в Западную Европу, то, в принципе, мы вот тут в регионе можем сами все это решить. Я не думаю, что Эрдогану необходима помощь Ирана в данной ситуации. Хотя кооперация с Россией важна. Более миллиона человек собрались в воскресенье в Стамбуле на митинг в поддержку президента Турции Раджепа Таипа Эрдогана. Об этом сообщают, собственно, власти Турции. Президент Турции Эрдоган призвал своих сторонников выйти на улицы, чтобы продемонстрировать поддержку власти и осудить попытку переворота. Этим маршем турецкие власти решили показать поддержку демократии и одновременно помянуть погибших во время попытки переворота в ночь с 15 на 16 июля. Напомню, что по официальным данным погибло около 270 человек. О том, как проходил этот митинг, расскажет моя коллега Шахида Якуб. Ты подарок Господу, Эрдоган. Прикажи умереть, и мы это сделаем. Под такими лозунгами в Стамбуле в воскресенье собрались около миллиона человек. Демонстрация стала самой масштабной за три недели после неудавшейся попытки военного переворота. В течение последующих трех недель сторонники в действующего президента ежедневно выходили на улицы. Утопая в красном цвете турецких флагов, люди вышли поддержать Эрдогана и сказать решительное «нет» любым попыткам военных переворотов. Подавляющее большинство участвовавших были сторонниками правящей партии благоденствия. Однако этот марш прошел совместно с тремя оппозиционными партиями, чтобы выразить единство народа. Здесь присутствуют правые, левые консерваторы, и все мы живем в гармонии друг с другом. Я надеюсь, что никто не сможет устроить саботаж в нашей стране. Быть единым – это прекрасно. Я и моя жена пришли сюда не для того, чтобы поддержать какую-либо отдельную партию. Мы поддерживаем нашу страну и наш флаг. В организации переворота турецкий лидер обвиняет своего давнего оппонента, проповедника Фитула Хадгилена, который проживает в США. Сразу после несостоявшегося путча в Турции начались массовые аресты десятков тысяч его предполагаемых последователей. Страсти накаляются, многие жители страны требуют самого серьезного наказания для тех, кто организовал и участвовал в несостоявшемся перевороте. Они должны их повесить. Это именно то, что нужно сделать. Всех членов движения Гюлена нужно повесить. Не имеет смысла их защищать. Они же все предатели. Они напали на нас, нашими же танками и нашим же оружием. Президент Эрдоган отреагировал на эти призывы. Выступая на митинги, он еще раз подчеркнул свою готовность восстановить смертную казнь. Эрдоган сказал, что несмотря на протесты со стороны Европейского Союза, народ Турции поддерживает смертную казнь. А это значит, что у него есть мандат подписать соответствующий закон. Турция требует выдачи имя Фитулаха Гюлена. Президент США Барак Обама заявил, что вопрос об экстрадиции Гюлена будет рассмотрен в обычном режиме. Это не совсем устраивает власти Турции, и в турецких СМИ все чаще звучит антиамериканская риторика. Для того, чтобы донести до администрации США необходимость выдать Гюлена, вчера в Вашингтоне около Белого дома тоже была организована многолюдная акция. Собравшиеся здесь требовали экстрадицию Гюлена. Мы хотим, чтобы все знали, что Гюлен очень навредил Турции и турецкому народу. Сам проповедник осудил попытку переворота в Турции и отверг обвинение в свой адрес. Однако демонстрантов на улицах Стабула, по их словам, вряд ли убедят. Они требовали экстрадиции Гюлены и скандировали лозунги в поддержку турецкого правительства. Итак, отношения между Вашингтоном и Анкарой заметно охладили, зато с официальной Москвой они не только восстановились, но и опять перешли в союзнические. Руководство Турции считает Россию стратегическим партнером. Особенно после того, как Владимир Путин одним из первых позвонил Эрдогану и выразил всестороннюю поддержку правительству Турции. Это очень интересно и важно, особенно на фоне того, что наши традиционные союзники Евросоюза США не отреагировали сразу. Завтра президент Эрдоган прибывает в Москву с официальным визитом. Шахид Якуб, Настоящее Время. Тем временем силы сирийской оппозиции прорвали блокаду правительственных войск вокруг города Алия и продолжают отражать контратаки на территорию комплекса военных учреждений на южной окраине Рамуса. В наступлении на повстанцев участвуют иранские военные, армия Асада и другие группировки при поддержке российской авиации. Оппозиция захватила склады с вооружением и снарядами, несколько установок залпового огня и самоходную артиллерийскую установку. Минувшие выходные так называемые повстанцы объявили о прорыве блокады Алеппо и о переходе к битве за контроль над всем городом. Их наступление, начатое в пятницу, перекрыло основной маршрут поставок в контролируемые властями кварталы. К ним на помощь перебрасываются силы из соседних провинций Идлип и Хама. Однако источники, близкие к правительственным силам, утверждают, что не отступали и что даже потеснили оппозицию от артиллерийской базы. В то же время Российское федеральное агентство новостей сообщает о том, что бойцы сирийской армии очищают самый большой город Сирии от оставшихся террористов. Это цитата. Российские СМИ также говорят о тысячах погибших повстанцев, при этом не называют потери сирийской армии. Это сообщение пока противоречит друг другу. Непонятная ситуация остается и с гуманитарными коридорами. На прошлой неделе российские телеканалы показали кадры жителей Алеппы, бегущих из города по гуманитарным коридорам, организованным по инициативе Москвы. Однако оппозиция утверждает, что это Дамаск и Москва вынуждают гражданское население покинуть город с тем, чтобы принудить оставшихся там повстанцев сдаться или взять город силой. Также поступают сообщения о том, что сами повстанцы не дают людям бежать из города. Базирующаяся в Лондоне Сирийская обсерватория прав человека утверждает, что коридоры для гражданских жителей восточных районов Алеппы не работают из-за постоянных воздушных ударов. В Алеппе остается более 200 тысяч человек. И, продолжая о событиях в Сирии, хотя немножко в сторону от них вернемся на Олимпиаду в Рио, два спортсмена из Сирии участвуют в Олимпийских играх в Рио. Они входят в состав команды беженцев, которая выступает под олимпийским флагом. Знаменосцем команды стала Юсра Мардини. В первый день Олимпиады она выиграла предварительный заплыв на дистанции 100 метров бутерфляем, но не смогла выйти в полуфинал. В Европе Юсра Мардини оказалась в прошлом году. Она убегала от войны. В шестиместную лодку, которая переправляла беженцев через Эгейское море, набилось 20 человек. За несколько километров до берега мотор сломался. И втроем со своей сестрой и еще одним попутчиком Юсра Мардини 4 часа толкала лодку с людьми к греческому берегу. Еще раз попробовать свои силы на Олимпиаде в Рио она сможет 10 августа на дистанции 100 метров вольным стилем. И снова эфир из Вашингтона. Легенда американского и мирового спорта. Самый титулованный олимпиец в истории Майкл Фелпс продолжает завоевывать медали для своей национальной команды. В воскресенье на Олимпиаде в Рио Фелпс выиграл золото в составе сборной США в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Теперь на счету американца 23 олимпийские медали, из них 19 золотых. Стоит также отметить, что на нынешних играх в медальном зачете с тремя золотыми, пятью серебряными и тремя бронзовыми наградами лидируют США. Китай и Австралия на втором и третьем местах, соответственно. А в Нью-Йорке для тех, кто Олимпиаду смотрит по телевизору, построили Рио на Гудзоне. Не отъезжая далеко от дома, там можно назарядиться бразильским и олимпийским настроением, что и сделал наш корреспондент Виктория Купченецкая. Это не копа кабана в Рио-де-Жанейро. Это набережная Гудзона в Манхэттене. На время Олимпийских игр здесь создан спортивный оазис, где можно смотреть соревнования, играть в виртуальный гольф, разминаться для собственного удовольствия или соревноваться друг с другом. Бразильский праздник звенит над Гудзоном на фоне нью-йоркских небоскребов. И что еще хорошо, в таком многонациональном городе, как Нью-Йорк, иммигранты из любой страны могут поддержать своих соотечественников. Мы сюда пришли поддержать Осаму Милули. Вы знаете Осаму Милули? Это пловец-олимпиец из Туниса. Мы за него очень болеем. Для полноты олимпийских ощущений на Гудзоне зажгли олимпийский огонь. Причем зажигали его настоящие олимпийцы. Член американской олимпийской сборной по футболу, бывший капитан национальной сборной США Кристи Рампоун и член американской паралимпийской сборной по баскетболу в инвалидных колясках Стив Сериал. Ваша поддержка позволяет нам притворять в жизнь наши мечты. Спасибо, что вы болеете за американскую сборную. В течение подготовки к олимпийским играм Бразилию раздирали противоречия. Экономический кризис и кризис власти. Два предыдущих президента страны даже не пришли на открытие игр, так как находятся под следствием. Открытие было роскошным, но критики говорят, что жизнь людей в трущобах Рио Олимпиада никак не улучшит. Очень жаль, конечно. Они там всего понастроили на Олимпийские игры. Но все-таки игры — это праздник, когда вместе собираются все страны. Я надеюсь, что это принесет Бразилии деньги, и деньги попадут в руки простых людей. Олимпийский оазис на Гудзоне был построен в поддержку американской олимпийской сборной. Одна семья прямо вся нарядилась в футболке олимпийской сборной США. Джазмин Митчелл преподает бразильскую историю в американском университете и на следующей неделе поедет в Бразилию, чтобы смотреть соревнования по легкой атлетике. Экономическое неравенство, оно сейчас очень характерно для многих стран мира. Меня очень впечатлила церемония открытия игр. То, как они показали исторические травмы своей страны и противоречия, которые у них есть, и неравенство тоже. Они ничего не пытались скрыть. Для маленького Индианы это первая Олимпиада в жизни. Его родители считают, что он уже может стать олимпийским чемпионом. Он очень быстро ползает, если бы только на Олимпиаде был такой вид спорта. Виктория Копченецкая и Сергей Гусев. Специально для Настоящего Времени из Рио-де-Жанейро на Гудзоне. Сегодня исполняется ровно 8 лет с начала военного конфликта между Россией и Грузией. Несмотря на публикацию международного доклада под руководством швейцарского дипломата Хайди Тельявини о предпосылках к началу военных действий, стороны до сих пор продолжают обвинять друг друга в развязывании августовской войны 2008 года. О региональной геополитике как главном факторе того конфликта рассказывают Джеффри Радки, заместитель директора Европейских программ Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, и Залмай Халилзад, известный дипломат, бывший посол США в Афганистане и Ираке. В 2008 году состоялся саммит НАТО в Румынии, в Бухаресте. Тогда обсуждали вопрос о вступлении Грузии и Украины в НАТО, и лидеры Альянса не смогли прийти к четкой согласованной договоренности о том, как эти страны должны начать этот процесс. С одной стороны, они решили, что Грузия и Украина станут членами НАТО, но одновременно сохранили для них препятствия на пути к членству в Альянсе. Я полагаю, что с российской точки зрения перспектива вступления Грузии и Украины в НАТО нежелательна, и, вероятно, из-за этого возросли цена и риск, на которые Москва готова пойти, чтобы остановить движение Грузии в НАТО, играя на продолжающихся территориальных проблемах, в частности, устремлениях Южной Осетии и Абхазии. Один из главных уроков состоит в том, что единство среди западных лидеров крайне важно, и это единство должно существовать вокруг ясной и позитивной повестки дня. Это не должно быть единство вокруг наименьшего общего знаменателя. Именно это прослеживалось в ситуации вокруг желания Грузии присоединиться к НАТО в 2008 году. Ответ Запада был очень расплывчатым и неэффективным, и, вероятно, усилил желание России вмешаться. Я думаю, что Грузия была одним из первых примеров реализации так называемой политики ближнего зарубежья, при которой путинская Россия хотела быть главенствующей силой для своих соседей. Сейчас в США иду дискуссии о том, как строить отношения с Путиным и его видением территорий, которые раньше входили в состав Советского Союза. С точки зрения аутсайдера, Путин хотел бы, чтобы Москва доминировала над этими регионами. Он верит в своего рода сферу влияния вокруг России, а это является проблемой для Соединенных Штатов, НАТО и международного сообщества. Мощный взрыв прогремел в понедельник в пакистанском городе Квета, унеся жизни по меньшей мере 53 человек. Десятки получили ранения. Среди пострадавших адвокаты и журналисты, которые собрались в местные больницы, чтобы почтить память президента Ассоциации адвокатов провинции Белуджистан Билала Анвара Кази, убитого утром. Были ли эти два события связаны между собой и кто стоит за терактом, пока не ясно. А тем временем афганские власти разыскивают похищенных в воскресенье американца и австралийца. Как заявил источник в Министерстве внутренних дел Афганистана, двое иностранцев, работавших в Кабульском университете, были схвачены вооруженными людьми прямо на дороге и увезены в неизвестном направлении. Представители Госдепартамента подтвердили сообщение об исчезновении гражданина США, однако пока не располагают какими-либо подробностями. В воскресенье стало также известно о казни в Иране физико-ядерщика Шахрама Амири, признанного виновным в шпионаже. В 2009 году физик пропал без вести во время хаджа в Мекку, а через год нашелся в США, куда, как он впоследствии заявлял, его вывезли силой и заставили выдать информацию об иранской ядерной программе. В 2010 году он якобы сумел бежать, однако иранское правительство посчитало, что Амири добровольно сотрудничал с ЦРУ. Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп и его соперница-демократ Хилари Клинтон изложат основные принципы своих экономических платформ на предвыборных встречах в Детройте на этой неделе. В последние дни Трамп продолжил жестко критиковать Клинтон, заявив, что у нее произошло короткое замыкание, когда она рассказывала об использовании личного сервера для электронной почты во время работы в Госдепартаменте. Трамп заявил, что американцам не нужен президент, у которого может замкнуть, добавив, что боевики исламского государства испытывают восторг от перспективы избрания Клинтона. Она сказала про короткое замыкание. У нее произошло маленькое короткое замыкание в мозгу. У нее есть проблемы. По словам Клинтон, она неоднократно признавала, что использование двух аккаунтов электронной почты было ошибкой. Возможно, у меня произошло короткое замыкание. Но директор Коми заявил, что с моей стороны не было совершенно никаких намерений игнорировать или каким-то образом принижать важность этих документов из-за того, что на них не было грифа секретности. Бывший федеральный прокурор и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани заявил, что он привлек бы Клинтон к ответственности за ее обращение с этими документами. Во-первых, она лгала. У нее не замкнуло. На прошлой неделе она солгала, когда сказала, что ФБР установила, что она не лгала. Клинтон и другие чиновники заявляли, что секретные документы не всегда были четко помечены как таковые. Когда она говорит, что там не было секретной информации, она имеет в виду, что там не было такой пометки. Недавние опросы ABC News и Washington Post показал, что Клинтон и ее кандидат в вице-президенты, сенатор от Вирджинии Тим Кейн, опережают Трампа и его напарника, губернатора Индианы Майкла Пенса, на 8% пунктов. В том случае, если Хилари Клинтон станет президентом, она переедет в Белый дом. А пока, приезжая в Вашингтон, она останавливается в собственном частном доме. У этого дома, а также у домов, где в свое время жили бывшие президенты США Ричард Никсон и Джон Кеннеди, есть своя история. О ней нам расскажет корреспондент украинской службы Голос Америки Татьяна Карченко. Каждый день у Белого дома, офиса и резиденции американских президентов можно увидеть самую разнообразную публику – от сторонников Дональда Трампа до туристов со всех уголков мира. Это место выглядит очень безопасно и составляет хорошее впечатление. Это именно то, что я ожидал увидеть в Америке – большой и белый дом. Это здание служило домом для десятков американских президентов. А вот официальной резиденции для вице-президента США раньше не было предусмотрено. Со времен Джорджа Вашингтона до Джеральда Форда они жили в частных домах или отелях. Так, в этом особняке в Вашингтонском районе Уэсли-Хайтс жил Ричард Никсон. Сначала вице-президент, а затем и президент США. Этот дом на самом деле не столь известен американцам, как другие, но он очень необычный, поскольку большинство домов, принадлежавших президентам или вице-президентам, уже не существует. Некоторые были разрушены или не пережили течение истории. Другие сохранились как музеи, а несколько превращены в посольство. Но дом Никсона был продан частным владельцам. Нынешняя хозяйка дома призналась нам, что довольна особняком бесконечно. Это и не удивительно. Здесь есть библиотека, солярий, винный погреб. Правда, семье пришлось привыкать и к вниманию журналистов. Слова о доме Никсона сохраняются спустя десятилетия после его смерти. Помимо отергейтского скандала, Никсон запомнился благодаря своей внешней политике. Будучи ярым антикоммунистом, он совершил исторический визит в Китай, встретился с тогдашним главой СССР Леонидом Брежневым. А еще Никсона помнят как соперника президента Джона Кеннеди. Молодой и успешный Кеннеди победил Никсона в президентской гонке 1960 года. В то время Кеннеди жил в этом доме. Он же служил ему избирательным штабом. Существует как минимум полтюжных домов. Здесь Джордж Сауни, связанных с Джоном Кеннеди или его родственниками. Кеннеди происходил из очень богатой семьи. По размеру состояния он занимает третье или четвертое место из всех американских президентов. Этот дом он выбрал в качестве подарка для жены, когда та родила ему дочь Кирлайн. Именно здесь Кеннеди жил до того, как стал президентом в 1961 году. Сейчас это здание также находится в частном владении. Что ты здесь делаешь? Это частный дом. Нынешнего владельца появление нашей съемочной группы не радует. У домов бывших президентов люди делают фотографии, позируют. Поэтому у владельцев можно понять. Их волнует приватность и возможность беспрепятственного прохода у собственного дома. А вот это здание может стать домом сразу двух американских президентов. Конечно же, если Хиллари Клинтон победит в президентской гонке. Ведь вот уже почти 15 с половиной лет он принадлежит Чите Клинтон. У вашингтонского дома Клинтона в толп не наблюдается. В течение получаса здесь проехали лишь школьный автобус, мусоровоз и несколько автомобилей. Персонал, обслуживающий дом, говорит, что Хиллари Клинтон бывает здесь очень редко. Я не знаю, сколько Клинтоны заплатили за этот дом, но он находится в районе посольств, одном из самых престижных и дорогих в Вашингтоне. Дом за моей спиной на самом деле очень скромный по сравнению со многими другими. Главный семейный дом Клинтона все-таки в Нью-Йорке. Но этот они держат на тот случай, когда им нужно переночевать в столице. А если Хиллари Клинтон станет 45-м президентом США, ей придется поселиться в Белом доме. Но так или иначе, этот дом может стать рекордсменом по количеству живших в нем президентов. Татьяна Харченко, Минас Даргакис, Голос Америки. Хотел стать полицейским, сам оказался на скамье подсудимых. В Твери идет суд над Шамилем Казаковым, которого обвиняют в возбуждении ненависти к представителям органов правопорядка. Молодой человек получил отказ в устройстве на работу в полицию из-за своей национальности и вероисповедания. Он записывал разговоры с руководством Тверской полиции, которые не захотели брать на работу мусульманина. В отместку Шамиль Казаков выложил эти записи и сделал видеоклип, в котором сравнивает работников Тверского управления внутренних дел с фашистами. Те подали на Казакова в суд подробности дела в репортаже Беата Бубенец. Шамиль Казаков с детства мечтал быть полицейским. Окончив с красным дипломом юридический вуз, через какое-то время молодой человек подал документы для устройства участкового в Тверское управление Министерства внутренних дел. Успешно пройдя все необходимые тесты и собрав нужные документы, Шамиль был признан годным для работы в полиции. Однако в трудоустройстве ему отказали. Усчитают, что причиной стала его национальность и вероисповедание. В негласной форме сотрудник полиции Смурадов ему объявил о том, что есть негласная установка относительно того, что не принимаются на службу лица кавказской национальности, теченцы, татары и мусульмане. И что якобы его реальной причиной его неприема на службу послужило именно это. Приватный разговор со Смурадовым Шамиль записал на диктофон и использовал эту запись при создании видеоролика «Сказ о том, как татарин в полиции устраивался». Через какое-то время после публикации видео в интернете Смурадов был уволен со своей должности, а против Шамиля Казакова возбудили уголовное дело по двум статьям оскорблении представителя власти и возбуждении ненависти к социальной группе сотрудники УМВД России по Тверской области. Не знаю, как тут он разжигал ненависть, если он сам поступал с таким желанием, шел работать в полицию. Как же он так ненавидеть должен был, что выйти туда на работу, что ли? И тут первоначально было то, что ему в лицо было сказано, что он не той национальностью, поэтому, извините, мы поэтому вас не принимаем на работу. Здесь было нарушение конституционных прав человека. Он именно боролся за это. Получилось совсем по-другому. Поводом для возбуждения уголовного дела против Шамиля Казакова стала фраза, в которой начальник управления по работе с личным составом УМВД по Тверской области Анатолий Тесленко назван, цитата, «лысым карликом с комплексом бонапартизма, экстремистом, шовинистом, нацистом, жуликом, оборотнем в погонах и гнидой, который до сих пор сидит на своем насиженном месте», конец цитаты. Помимо этого были указаны паспортные данные и адрес Тесленко, а также содержался призыв ко всем бородачам, цитата, «проведать дяденьку с правильным черепом и объяснить, что такое хорошо, а что такое плохо», конец цитаты. На основании экспертизы, приведенной профессором кафедры русского языка Тверского государственного университета Валерием Волковым, эта фраза была признана экстремисткой. Однако, по мнению независимого лингвиста-эксперта по докуменционным и информационным спорам, профессора Международной славянской академии с 40-летним стажем Елизаветы Култуновой, экспертиза Волкова содержит ряд грубейших нарушений. «Самое существенное нарушение – это то, что он вышел за пределы компетенции эксперта-лингвиста и давал ответы на вопросы, которые не относятся к его компетенции, то есть на вопросы, которые относятся к компетенции социологов и психологов. Это является грубым нарушением методики проведения экспертизы». Кроме того, по мнению адвоката Шамиля, оснований для возбуждения дела по 282-й статье нет, поскольку сотрудники полиции не подпадают под понятие «социальная группа». Сейчас идут премии по делу несостоявшегося полицейского. В четверг, 11 августа, судья должен огласить приговор. Беата Бабинец, Тверь для Настоящего Времени. Вот у меня и все события Настоящего Времени. Последим за новостями вместе с коллегами из Вашингтона. Игорь? Я Игорь Тихоненко, команда Настоящего Времени здесь, в Вашингтоне. Благодарим коллег в Праге и прощаемся с вами до завтра. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин